Девушки отдыхают Есть генетическое отклонение, а всё произошло так. Милые новорождённые котята постоянно находились под контролем хозяйки, и она не могла не заметить, что один из малышей с каждым часом становился всё слабее и беспомощнее. В то время как остальные с жадностью поглощали молоко мамы, он находился рядом, но не ел. Женщина стала бить тревогу, ведь она понимала, что без питания котёнок долго не протянет. Было очень жалко малыша. Пришлось в срочном порядке вызывать на дом ветеринара для того, чтобы он осмотрел котёнка и выявил причину, по которой он отказывается от молока. Опытный ветврач быстро определил, что всему виной генетическая аномалия. У котёнка наблюдалось укорочение нижней челюсти или аномалия прикуса. Акт приёма пищи для малыша был крайне затруднителен. Он не мог самостоятельно сосать молоко, и если бы женщина вовремя не обратилась за помощью, то котёнок мог бы погибнуть. Теперь малыша нужно было кормить с помощью различных дополнительных приспособлений. Доктор вселил надежду, что при переходе на твёрдый корм котёнок, вероятнее всего, сможет приспособиться, и проблема исчезнет. Женщина также была предупреждена и о том, что животное с подобной патологией не допускается к разведению. Но она не расстроилась. Ведь главное, что жизнь маленького сфинкса теперь в безопасности.